2002 школьника пройдут государственную итоговую аттестацию в этом году в Сургуте. К ним могут присоединиться и выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты. Их более ста. Обязательными для аттестации остались русский язык и математика. Среди экзаменов по выбору лидируют физика, биология, информатика. Что девяти, что одиннадцатиклассники питают любовь к обществу знанию, его сдаст ровно половина учеников. Первый экзамен пройдет 29 мая. На двух пунктах будут сдавать информатику 250 человек и географию 40 выпускников. Новшество этого года – устный экзамен по английскому языку. Неизменным является такой девиз наших выпускников, что мы за честное ЕГЭ и не рискуй. В этой части мы призываем наших выпускников рассчитывать только на свои знания и не использовать никаких дополнительных источников. Несмотря на все девизы школьников, конечно, все же попросят пройти через рамки детекторов и ручные металлоискатели. А во всех пунктах сдачи экзаменов будут работать IP-камеры. Записи с них будут храниться три месяца. Этого достаточно для решения спорных ситуаций. Если выпускник подаст апелляцию с указанием нарушений в процедуре ГИА, то комиссия удаленно рассмотрит видео и примет решение. Сам ученик на заседании комиссии имеет право присутствовать и лично, и онлайн. Вся техническая работа на данный момент завершена. Восемь пунктов проведения экзамена готовы, так же, как и 200 станций печати заданий в аудиториях. Приведены в боевую готовность все службы, представители которых будут задействованы в дни экзаменов. ГИБДД, ОМВД, медики, техподдержка Ростелекома. К такому пристальному вниманию, говорят чиновники от образования, ученики морально готовы. И лишних волнений по этому поводу нет. Я бы не сказала, что я боюсь, но волнение присутствует. Боится тот, кто халатно относился к подготовке экзаменов. А если систематически готовится, то бояться нечего. Сейчас нужно отдохнуть перед экзаменами, чтобы не волноваться, не испытывать стресс.